Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Если в партии удается получить пешку, которая глубоко внедрена в тылы соперника, то обычно такие поединки проходят в одни ворота. Эта пешка, как кость в горле у соперника, и связывая его по рукам и ногам, может стать предпосылкой для достаточно интересных и красивых комбинаций. Сегодня мы с вами рассмотрим партию на эту тему, которая была сыграна в Вене в 1996 году. Соперники очень знаменитые и в особом представлении не нуждаются. 14-й чемпион мира Владимир Крамник и сильнейшая шахматистка всех времен и народов Юдит Полгар. Конев 3 сыграл Владимир Борисович, а Юдит Ласловна ответила ходом Конев 6. С4, Ж6, Конь, С3, С7, Е4, Д6, Д4, 2, 0. Конечно, Владимир Крамник был большим специалистом староиндийской защиты за белых. Он довольно часто огорчал в этом дебюте не кого-либо, а самого Гарри Каспарова. Но и Юдит Полгар тоже очень любила играть староиндийку за черных, поэтому данную партию можно рассматривать как принципиальную дебютную дуэль. Слон Е2 играет Крамник, Е5, 2, 0, Конь, С6. Соперники разыгрывают классическую систему староиндийки. Д5, Конь Е7, Б4, Конь, Аш5. И после Ладья Е1 у черных довольно интересный выбор. Можно было сыграть А6, защищая заранее пункт Ж5. Белые отходят Конем на Д2, а на Коне в 4 отводят слона на Ф1. И после Ф5 проводят свое продвижение на ферзевом фланге, как было в партии Яковенко-Раджабов, 2008 год. Но в нашем поединке Юдит Полгар сразу сыграла Ф5 и допустила вторжение белого коня на Ж5. Конь Ф6 играет Юдит Полгар. В этом положении укрепить пешку Е4 можно было естественным ходом Ф2-Ф3, как было в партии того же Крамника против Иванчука, 2000 год. Но в нашем поединке Владимир Борисович на Ф3 поставил слона и после Короля Ш8 развил другого слона на Б2. Очевидно, что в удобный момент белый конь прыгнет на Е6 с последующим разменом и появлением на этом поле довольно неприятной пешки. Поэтому Юдит Полгар следовало сразу проверить намерение белого коня, подогнать его ходом А6 и после конь Е6, слон бьет Е6, ДЕ, взять на Е4. После размена на этом поле черные приступают к окружению пешки Е и на ферзь Ж4, ладья Ф6 с дальнейшим взятием на Е6. Конечно, у белых два слона, довольно инициативная позиция, но этот вариант за черных заслуживал внимания. Но в нашей партии Юдит Полгар пока что ничего не предпринимает на королевском фланге. Играет А5 в надежде активизировать ладью, но, конечно, Крамник ставит пешку на Б5 и держит линию А закрытой. Если в этой позиции сыграть Б6, то ход конь Е6 уже довольно неприятен. После размена ладья Б8, угрожала ЕФ с нападением на ладью, конь заходит на Д5. И действительно, к пешке Е6 просто не подобраться. А если разменяться на Д5, то, конечно, СД и у черных еще и слабость на С7. Поэтому после Б5 Полгар сразу сыграла ладья Б8 и конь зашел на Е6. Взяли, забрали. Если тут сыграть ферзь С8, нападая на пешку, то белые успевают сыграть Б6. После взятия на Е6 БЦ с нападением на ладью, а если забрать на Б6, то взятия на Д6 с защитой пешки. Поэтому после ДЕ конь Е8 играет Полгар и на ферзь Б3 ставит пешку на С5. Конечно, брать на проходе, вскрывая черную ладью, не стоит. Поэтому следует размен на Ф5 и слон заходит на Аш5. А после конь С7 с нападением на пешку становится на Ф7. Вся эта конструкция пешка Е6 плюс слон Ф7 для черных очень неприятно. И бороться с ней весьма непросто. Дело в том, что после хода ферзь С8 с нападением на пешку, последовала конь Д5 с нападением на коня. Понятно, размен на Д5 только укрепляет пешку Е6. А если забрать ее, то вот такой красивый вариант. Конь Е7, ферзь Д7. Сейчас две фигуры под боем, но конец скакивает на Ж6. И после взятия ферзь Х3 с матом на следующем ходу. Поэтому после конь Д5 все-таки Юдит Полгар избрала взятие на Д5. Но после ЦД, конечно же, эта позиция очень и очень неприятна для нее. Здесь Юдит Полгар решила обойтись терапевтическими средствами. Хотя пора было уже обратиться к хирургам. Нужно было забрать на Ф7, пожертвовать качество. И вот так уничтожить эту грозную белую пешку. Далее забираем ЛД1, ЛДЖ8. Какие-то шансы на королевском фланге у черных есть. Хотя в целом, конечно, преимущество за белыми. Но Полгар не делает резких движений. Играет Ф4. И слон отходит на Х5. А на Б6, ЛД1. Ладя Ф5, С3, ФЖ8, СЕ4. Диагональ Б1-Х7. Прекрасное место для белопольного слона-окрамника. Ладя отходит. Юдит Полгар хочет создать давление по вертикали Ж. Но и тут слон белых успевает защитить пешку. Ладья Д3. Играет крамник. Слон Ф6. Ладья Аш3. Угрожает взятие на Аш7. Поэтому перекрытие Ф3. Как ни странно, путь к взлому крепости черных лежит через размен активной белой ладьи. Дело в том, что и черная ладья Ж5 тоже очень активна. Поэтому ее нужно разменять. Ладья Б7, Ладья Аш5. Взяли-забрали. Ладья Ж7 и Ж3. Теперь добраться до белого короля черным будет просто невозможно. Ну а белые постепенно усиливают давление. Конь Е7, Король Аш1, ФФ8, Ладья Ж1. Белые намечают взятие на Ф4 со вскрытием вертикали. Конь Ж8 играет Полгар, ФФ3, Слон Ж5, Аш4, нападая на слона. Если отойти на А6, то Ж4 с угрозой поимки слона. Поэтому он отходит обратно на Ф6, но Ладья Ж2. Что же делать дальше? Если пойти Конь Е7, то размен на Ф4. А после взятия на Ж2, не взятие ладьи, а промежуточное ФЕ. После чего у белых решающий перевес. Кстати, брать на Е5 слоном нельзя, ввиду ФФ8. Поэтому после Ладья Ж2, ФЕ7 сыграла Полгар, ФФ5 и тут уже размен на Ж3. Ферзь вернулся на Ф8. Черные просто стоят и ждут. А Крамник ставит Ладью на Ф2. А после ФД8 двигает пешку на Ж4. Брать на Аш4 плохо, по причине Ладья Ф7, создавая угрозу ФФ7 и мат Ладьей. А на К6 можно просто забрать слона. И брать на Е4 нельзя, ввиду взятия Ферзя. Поэтому после Ж4 слон Е7 сыграла Полгар. Она продолжает пятиться назад. После Ж5 делает попытку активизации на Ферзевом фланге. А после Ладья Ф7 сыграла ФЕ8 и позволила Крамнику нанести решающий удар ФЕ7. Здесь Юдит Полгар сдалась. Действительно, картина после Ладья бьет Аш7. Ладья бьет Аш7 очень приятно для глаза. В книге Крамника и Дамского «Прорыв» написано, что после партии Юдит Полгар призналась в том, что видела заключительную реплику белых. Но ей самой так понравилась нестандартность положения, где все фигуры черных лишены подвижности, что она решила чуть более ранней капитуляцией не снижать впечатление от финальной позиции. Вот так, даже в шахматах самого высокого уровня, правда происходило это примерно четверть века назад, находились люди, которые ценят шахматную красоту выше своих личных амбиций. Юдит Полгар позволила Крамнику продемонстрировать красивый вариант с жертвой Ферзя и подарила любителям шахмат во всем мире небольшой праздник. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание, до свидания.